Девочки, всем привет! Я на работу иду. Сегодня суббота. Провела я на больнице целую неделю и до сих пор ещё не до конца восстановилась. По голосу слышно, поэтому говорить много не могу. Начинаю кашлять. А так, если не разговариваю, то нормально. Лечение продолжаю. Очень жёсткий вирус. Мелкая. Пару дней потемпературила и всё. А меня и старшую дочь накрыло жёстко. Старшая у меня ещё до спор. Она на день позже меня. Вот. В общем, это ужас, девочки. Мне кажется, я видела свет в конце тоннеля порою. Пока мне ещё сейчас тяжеловато. Но я уже нормально. Тяжеловато в плане всё равно. Я лежала столько. Мне физические нагрузки противопоказаны. Добраться до моей работы, это как... Представляете, чуть не упал. Вот, в общем, противопоказаны же физические нагрузки. Работа, это не физическая нагрузка. Ну, такая, как у меня. Вот добраться до работы, это да. Поэтому силы есть. Сегодня отработаю. Сегодня у меня четыре клиента, четыре маникюра. И пойду ещё денёк, воскресенье, отлежусь. И спереди уже на шестиденевку, потому что переносила всех. Девочку, которая сегодня одна из, я два раза переносила. Вот. Поэтому сегодня уже надо на работу выйти, поработаю. Ну, в целом, силы есть. Если бы не было, я бы не, конечно же, отменила запись. Поэтому сегодня поработаю. Вот. Всё, я вам покажу всё до после разговаривать. Не уверена, что силы будут. Пока так. Пронесло. Фу, да. Сошла. Ну, у меня на этом Магнит ТВ, Сепситёвский. А. Вот. Я где инице, смотрела, просто ой, девочки, девочки, девочки я уже троих отпилила впереди один маникюр но полет нормальный хочу вам сказать несложно мне было, потому что физически я уже вообще нормально, у меня только то в горле першит то сипнет голос в общем, когда разговариваю с клиентами начинают першить, начинают кашлять в общем, что делала первая клиентка до забыла снять, видимо я вообще отключилась от съемок отключилась но мне кажется, я снимала или не снимала, нет, не снимала в итоге мы с ней делали Global Fashion десяточка, у меня заканчивается надо заказывать, потому что она только его делает на Новый год она делает себя что ярко а в будни всегда один и тот же камуфляжик работа обязывает подложка у всех была сегодня Foxy вот, вторая девочка мы с ней сделали подложка Foxy укрепление 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 фокси полигелем цвет это был 89 от Эми уже можно выбрасывать в элементаризацию продолжаю потихоньку те выбросила еще несколько на подоконнике и матовым топом мы с ней покрывали все это дело аксиома вот сегодня мне он опять не понравился короче на другой вот и третья у меня была сейчас клиентка мы с ней сделали на подложку из Foxy укрепление Global Fashion десяточкой племенка стемпинг золотой стемпинг покрыла топом Agent Nail остальные ногти замку иксток все и жду четвертую все разговаривать девочки не могу сегодня не информативное начало влога потому что у меня начнет першить в горле дочери позвонила я вам вообще и говорила нет как мы заболели короче мелко поболела два дня а мы со старшей свалились вообще в хлам и вот старшая мне еще до сих пор сейчас звонила сегодня уже лучше но еще все равно холаст вот на курс я не попала перезаписалась аж на 20 какой-то там февраля у меня тут знаете пришла мысль в голову если я так достаточно неплохо могу отпилить четверых пятерых в день почему бы мне не сделать больше выходных допустим четыре дня в неделю пять шесть семь да четыре дня в неделю работать по пять человек а три зато будет выходных вот как вы думаете мне кажется это будет экономичнее в плане затрат на дорогу не мало денег уходит на дорогу я не буду столько времени автобусов проводить вот это будет наверное эффективней вот а в целом я главное чтобы это было не больше чем четыре дня в неделю вот ну летом конечно же так не получится потому что будет много педикюров но лет это отдельная история так что вот я подумала надо идти с февраля сделать себе такую графику кстати сестра у меня пошла уже на фитнес уже сходила на это за два занятия так классно и так нравится фотки мне поскидывала там получается разминка различные упражнения на различные группы мышц это групповые занятия и еще в конце растяжка это вот прям вот то что я люблю вот ну я люблю еще йогу конечно но это я думаю вот вот все голос пропадает покажу вам последнюю до после и поеду домой этот влог буду снимать наверное еще в понедельник решал с кем он да будет ну вот от этого конечно никто вообще не застрахован к сожалению девочки мне сегодня день зеленых ногтей получается все я отработала нормально все я рада что я сегодня вышла потому что я по состоянию хорошо прям отработала подложка была фокси она рабер укрепление сделала о май ангел розовый гель цвет это был очень красивый 326 от эми зеленый классный и топ был занку x100 я тут поняла что у меня под заканчиваются гели мои там деньги надо что-нибудь мне для укрепления камуфляжики имею ввиду по это по под заказать чтобы было чем укреплять потому что под закончилось все вот немножко на рельсу стану и будем это сейчас будем подкупать кинзи гели камуфляжи не знаю ну я наверное глобал фэш десяточку то точно я в костюмчике кстати в новом работе я же его нагладила подготовила курс все а он не пригодился сегодня такой глаженный так и езжал такие вот так сейчас ультразвук доработает пока буду переодеваться на автобус побегу так завтра отдыхаю у нас лампочка мигает она мне тоже раздражала вот буду продолжать лечиться от кашля чего не надо попить травку какую-нибудь потому что горло не болит как такового кашель вот то что мокрота собирается ее от кашлять охота если разговаривать естественно начинает свербить в орлах вот завтра отлеживаюсь еще но с понедельника все на лыжи и пилить 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 вот так что так что вот такие дела ничего еще не интересного ну естественно снимать пока мне не до съемок потому что как и круте все равно у меня нет вот я четверых отпилила у меня реально усталости нет я не понимаю почему что со мной происходит я помню пару-тройку лет назад мне было прям тяжело если у меня было 4 клиента сейчас я как бы может настрой может привычка поэтому я и подумала может мне сделать меньше рабочих дней но более интенсивных вот ну в общем надо подумать на эту тему расскажите кому как легче каждый день ну по 2-3 клиента либо вот наоборот лучше меньше рабочих дней но вот таких утра до вечера но у меня получается что больше 5 клиентов я не могу чисто по времени у нас потому что у них круглосуточный бизнес-центр у нас есть определенные часы работы в которые мы можем работать это будни с 9 до 8 но мы до 9 иногда задерживаемся выходные это с 9 до 6 вот время с 15-6 будем сейчас закругляться потому что здание стоит на охране это правило охранного предприятия с которым заключен договор поэтому вынуждены подчиняться но наверное это хорошо потому что если бы доступ был 24 на 7 я бы здесь и ночевала перед новым годом особенно это хоть как-то меня ограничивает ладно девочки говорить пока еще тяжеловато мы с вами увидимся в понедельник в этом влоге еще вот поддельник у меня 4 человека по-моему или 5 надо сегодня я дала себе день чтобы поработать понять в состоянии я или еще нет и завтра буду писать всем девочкам которых отменила еще не перенесла кого-то я переносила кого-то я говорю потом перенесу человека по-моему 3 кто-то мне писал записаться я говорю пока не записываю болею в общем человека 3 у меня есть 3-4 4 да кому надо написать чтобы записать и формировать нужно график свой уже на февраль потому что я обычно это делаю раньше тут еще не готов у меня там новенькая девочка в запросах висит и просила на февраль график я обещала после 15 отправить уже 20 вот ну и все активно работаем дальше жизнь налаживается слава богу ой когда лежала я думала никогда не закончится что просто никогда уже не вернусь на свою любимую работу я так хотела на работу не представляете потому что после праздники потом я неделю отработала и слегла и неделю лежала вообще ужас вот ладно все девчуль я пошла переодеваться побегу домой там же у меня еще Лерунечка болеет надо зайти что-нибудь вкусненького купить вот все увидимся в понедельник к сожалению пока нет видишь что у меня в лицах в каком месте проведем промо акцию лака да точно да это же новенький его еще никто не но перелив есть он не такой конечно вот она и говорила что если будет плохо вытаскиваться надо вот этот хрусталь яков девочки всем привет я уже поработала сегодня так ну что начну вещать начну вещать значит сегодня у нас какой день недели вообще понедельник 22 число я вчера отлежалась чувствую себя прекрасно остался небольшой кашель мокрота отходит еще но в целом все хорошо сегодня у меня по плану четыре клиента один одна из из них девочка уже была сейчас мы сделали маникюр и впереди еще три маникюра у меня я привезла и покажу вам распаковку сейчас я уже сняла но вставлю ее после жидкий полигель от замку пришел и как раз таки сейчас я им работала на клиентке подложка фокси укрепление жидкий полигель за нку номера нет девочки на нем нет номера я вообще не знаю он розовый посмотрите в распаковке цвет это был мне принесла клиентка эльпаза номер 004 это металлик 004 это кошка очень красивая мелкая мелкая пыль вот эта магнитная и топом мы покрыли все герса топ без липкости это тоже мой новый топ тоже его в распаковке увидите и сейчас еще я вам выкрашу новый гель лак на типсу вот поэтому у меня еще бардак я уже девочку отпустила буду сейчас наводить порядок готовиться к следующей клиентке мне нужно еще успеть перекусить и ответить вам на несколько вопросов на вот поэтому я буду прибираться и выкрасим еще окошечку новую ну и вы смотрите распаковку распаковку там всего два бутылька девочки озвучиваю вам естественно уже за кадром почему естественно не знаю там работала танюшка поэтому я сняла все просто сняла в общем пришел свалберис мне полигель жидкий полигель от занку здесь я показываю что у меня очень высохли руки сейчас помажусь кремчиком будем смотреть я давно хотела попробовать полигель данной торговой марки у меня еще тут звуки за кадром дочь бесится не обращайте внимание вот но все как-то не попадался на глаза то был в нехватке то появлялся но мне не нужно было тут я его решила взять стоит он до 300 рублей ссылку я скидывала в телеграм-канал кого еще нет телеграм-канале добавляйтесь вот такой оттенок я взяла выбирать было не из чего в общем взяла вот такой оттенок второй был менее презентабельный и знаете сегодня я им уже работала два раза и мне данный полигель в работе понравился а вот как он будет себя вести в носке покажет только время он с мороза немножко густоват его ввезла в кармане но в целом как наверное многие полигели он достаточно густой то есть он не жидкой консистенции он густовастый такой естественно нанесу сейчас капельку и знаете девочки еще заметила что он за счет своей густоты когда опускаешь кисточку в бутылек и начинает пузыриться поэтому у меня есть такое желание перелить его в баночку мне очень нравится вообще работать с баночки брать густые материалы не стала много наносить нанесла абы как и вот решила доравнять тоненькая кисточка я очень люблю работать тонкой кистью дорабатывать обычно так плюх на материал и дальше дорабатываю все тонкой кисточкой ну и в принципе вот девочки смотрите он сам и распределился я им сегодня работала даже без переворота руки но слегка потом опиливала поверхность вот цвет очень приятный не знаю прям повезло мне не знаю почему изначально я думала что он будет не очень там на самом деле выбирать было не из чего в карточке товара много-много оттенков но в наличии было всего два отправила его посушить и вот вторая моя покупочка это топ без липкого слоя здесь батик в подарок вот марки герса базу раббер базу я уже брала работала ей но для меня она оказалась густоватой а вот топ мне очень понравился он жидкий жидкой консистенции прям такой вообще водичка ну прям видно водичка единственно доравнять им до выровнять не удастся но для тонкого покрытия вполне себе подойдет и блеск у него тоже изначально классный а потом посмотрим как в носке будет ну и давайте на пластичность еще проверим данный полигель я обычно вообще не проверяю но тут решила пока время было думаю дай попробую в общем нанесла я его таким ну не сильно тонким не сильно толстым средненьким слоем посушила в лампе минуту и буду пробовать его сейчас согнуть я не знаю что дает данный эксперимент обычно я проверяю материалы в носке вот таким способом я особо никогда не проверяю но единственное конечно если сильно мягкий то нужно понимать что он мягкий здесь вот он оказался достаточно пластичным не могу сказать что мне очень легко удалось его согнуть в общем вот такой вот эксперимент так ну что девочки сейчас еще выкрасим с вами вот этот гель лавок это эльпаза металлик номер 4 это клиентка принесла дайте-ка я камеру протру так это же другое дело совершенно другое дело я забываю протирать камеру это металлическое окошко вот такая очень красивая нежный оттенок она у меня очень любит такие оттенки она его мне подарила мы его ей сделали после перчаток бабульки на ручке у меня не обращайте внимание единственное что мы ей сделали его на вот этот полигель то есть ей в магазине сказали что ее нужно делать на какой-то камуфляж вот и мы сделали ей на камуфляж но сейчас с вами нанесем без подложки ну в смысле без камуфляжа сейчас магнитик достану надо мне магнит купить новый побольше какой-нибудь так сейчас попробуем он такой знаете очень жидкий комфортный в работе лак и не течет никуда и наносится очень тоненькая равномерно и мы его на плентке в один слой оставили смотрите какой перелив класс вообще так девочки вот я решила сделать смотрите на два слоя классно окошко вообще горит прям вот наклеил нужную клеечку перекрыла топом еще одна новиночка в мою коллекцию девочки был вопросик такой какие шапочки я использую для пылесоса девчонки самообычные которые у меня были но они у меня очень тоненькие даже три штуки продувает вот поэтому буду сейчас искать плотнее если у кого-то есть ссылка или артикул на плотные шапочки на ВБ или Озон то я буду рада если вы поделитесь вот и так же вопрос был как я по моему это же девочка как я в процентах распределяю заработанные деньги что-то типа того у меня нет четкого процента сколько я откладываю на закуп с каждой процедурой я веду систему в бюджетах по конвертам но я девочки не в процентном соотношении все интуитивно примерно в среднем я стараюсь я хочу тратить на работу не на работу неправильно на закуп на закуп нового новых материалов не больше пяти тысяч рублей в месяц но это не всегда получается сюда не входит аренда сюда не входит оборудование сюда входят только расходники вот стараюсь лимит не превышать я веду в приложении мастерс где я веду запись расходы туда вношу и смотрю чтобы за пять тысяч не переваливало плюс пять пятьсот арен ой шесть тысяч аренда у меня ну и плюс на оборудование около пяти тысяч в месяц стараюсь откладывать но это с ней не сильно давних пор ну как с ней сильно давних почти год уже вот благодаря этому получилось купить сухожар я за него еще не рассчиталась потому что параллельно я покупала вот эту лампу свою световую кресло пятикюрное еще что-то ветряду я себе покупала на работу вон он стоит летом вот он это такой вентилятор напольный много нужно было оборудования поэтому за сухожар еще не рассчиталась но уже на финишной прямой вот ну и стоил он конечно прилично 32 тысячи даже если каждый месяц по пять тысяч откладывается это больше шести месяцев вот а купила то я его когда вообще в конце лета я уже не помню в конце лета да ну в общем полгода еще не прошло вот так что такие дела в процентном соотношении нет но вот все равно откладывать из заработанных денег стараюсь каждый день по хотя бы рублей там по триста пятьсот когда надо тысячу сразу но каждый рабочий день стараюсь откладывать на эти нужды вот потому что постоянно что-то идет в алберис когда постоянно что-то нужно что-то заканчивается вот поэтому это постоянно у меня статья расходов можно конечно я подумывала сделать фиксированную сумму с клиента либо каждый рабочий день но честно пока не знаю не пришла ни к чему вот так и еще вопрос был такой не вопрос девочка написала как работать гель-лаками получается пирожки что-то такое из-за покрытия гель-лака получается пирожок что-то такое но вообще у меня тоже пирожки иногда получаются одно дело когда покрыть клиенту ногти гелем опилить и покрыть топом и отпустить а другое дело когда нужно еще нанести два слоя цветника а цветники тоже у нас бывают разные и бывает что именно цветник портит все все выравнивание которое мы делали всю архитектуру которую мы выстраивали такое бывает и у меня к сожалению я не знаю как с этим бороться могу сказать так что есть портитные цветники которые можно конечно искоренять из своей палитры но если клиенту нравится и он не видит пирожков а видит пирожок видит только мастер клиент не видит пирожков поэтому если клиент не видит этого ну ему нравится ему нравится этот цвет бог с ним ну пусть разок с пирожком походит ничего там страшного у меня бывает когда получилось пирожки я говорю клиенту ну в этот раз получилось вот толстовато ну такой лак они ой да шуль все нормально все хорошо поэтому я перестала девчонки заморачиваться над каждым преломлением блика над каждой неровностью я не на конкурсе я на потоке работаю можно сказать я у меня нет времени вылизывать до идеала если есть время я стараюсь безусловно я стараюсь я в каждой своей работе вижу косяки я стараюсь но мне не нужны вот эти конкурсные ногти у меня клиент обычные люди им надо быстро им надо чтобы носилось все поэтому советую вам сильно не заморачиваться если вы новичок то да конечно нужно наработать качество маникюр должен быть аккуратный не торчать ничего нигде вот маникюр да маникюр прям должен быть идеальный чтоб нигде не торчало ни заусенцев никаких ни у клиентов не было ни бахромы а покрытие ну если укрепление не удалось возьмите пилку подпилить не подпилили в конце увидели уже когда топом покрыли ну что теперь это всего на 3 недели я как бы такого мнения есть к чему конечно всегда стремиться нужно совершенствоваться чему-то учиться применять но невозможно сделать я уверена что нет ни одного мастера у которого все до одного работы идеальны вот я уверена а в инстаграм в интернет выставляют только в основном только удачные работы вылизанные с инстаграмными модельными ручками и ногтями а в нашей жизни вы же видели недавно во влоге вам снимала абсолютно обычные среднестатистические ручки с которыми мы работаем ежедневно и делаем их красивее делаем им настроение вот так что ну вот мое отношение такое конечно пирогов я там не наваливаю совсем уж таких но говорю всякое бывает все я жду девочку вали и мне должны были приехать его тридцатого разобрать я думаю предложу ей она же по субботам если словить такие же рейтинги наверное вряд ли это уже будет так ну что я отпилила еще эту девочку мы с ней сделали baby boomer я помню что я вам обещала мастер-класс но не на этих ручках когда-нибудь обязательно покажу вот так что мы сделали подложка фокси нано-рабер потом baby boomer я делаю вот такой штучкой и белым гель-лаком фокси 140 по кончику в три слоя ну то есть до серединки чуть меньше и совсем кончик поверх я сделала укрепление молочным о май ангел и топом покрыла вот этим герса топ новый мой девочки топ такой жиденький наносится хорошо мне понравился но им до выровнять не получится не до выровнять выравнивание сделать он жидкий прям вот кто любит жидкие топы советую вот ну все жду третью и потом четвертую что-то немножко уже ладно ничего прорвемся это так для себя больше надо было это когда ну это вот как вот этот мы под френчи делали он один остался девчули я отработала все я отработала целин девочку за час вообще сделали подложка была фокси укрепили global fashion десяточкой все и топ от герса у меня сегодня на работе был вот все я поехала домой буду монтировать вам влог чтобы сегодня его выложить поэтому болтать особо не буду а завтра снова на работу и снова буду снимать вам новый поэтому спасибо что смотрите меня задавайте вопрос пишите комментарии до новых видео все пока 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 пока